Начинаем нашу беседу. Тема очень-очень серьезная. Я не так много лекций провел именно на эту тему. Когда мы говорим о взаимоотношениях, мы в основном говорим о каких-то вещах, связанных между мной и тобой. Но по факту взаимоотношения начинаются с отношения к себе. Несколько раз я отметил, здесь в зале мы общались с разными людьми, и я отметил, что взаимоотношения не получаются из-за неправильного отношения к себе. И поэтому мы сейчас будем изучать эту тему. Она очень глубокая, и она много раскроет нам таких глубоких моментов, связанных с взаимоотношениями, если мы научимся правильно отношения к себе. А вот этот, наверное, прожектор все-таки надо выключить, потому что он меня слепит, а у нас не концерт, а лекция. Я не увижу людей в результате. Если света сверху нет никакого, то ничего страшного, мы переживем и так. Если есть хотя бы какой-то свет сверху, то лучше его включить. Если нет, тогда, значит, нормально и так будем довольствоваться тем, что Бог дал. Может быть, какие-то боковые прожектора есть там где-то вот сверху. Это лучше. Вот те вот какие-то, какой-то свет там. Если нет, значит, нет. Это все-таки кинотеатр, не предназначен для лекций, так я понимаю. Ну и это хорошо, что есть, да? Вы же меня видите так более-менее, да? Ну и все нормально. Так, начнем. Не, меня не надо освещать, потому что я не вижу зал. Еще, если вы подольше так поддержите, я вообще, как бы, у меня глюк, глюк, эти, зайчики в глазах пойдут. Настя Леонидович, я видел, пожалуйста, скажи. Да, да. Уже пошли зайчики немножко, ну ничего, ладно. Итак, во-первых, сама идея «уважать себя» — сам термин неправильный, потому что желание уважать себя является надуманным и неправильным. Люди, которые пытаются уважать себя, просто из себя что-то корчат. Например, я хочу уважать себя и говорю себе «я уважаемый человек», «я уважаемый человек», «я уважаемый человек». Это самовнушение. Уважаемый ты человек или нет, решат люди, которые с тобой взаимодействуют. Если ты действуешь неправильно, они тебя не будут уважать. Если действуешь правильно, будут. Ну то есть, другими словами, уважение к человеку определяет общество, а не он сам. Но есть еще глубокое понимание вещей, более глубокое. Дело в том, что если говорить вообще о строении человека психическом, то у человека, все это знают, но никто это не акцентирует на это внимание, у человека. Ну то есть я душа, ну то есть есть три тела у человека. Есть духовное тело, оно соткано только из чистоты, с доброты, честности, с решимости, верности, нежности, смирения и так далее. Все самые лучшие качества, которые у нас проявляются, это и есть энергия души. Это я душа, так можно понять, через хорошее качество. У каждого человека блестит что-то свое в душе. Мы должны именно на этом стараться сосредотачиваться, а не на плохом человеке. Есть психическое тело, с помощью которого мы взаимодействуем с людьми, со всем живым в этом мире. Взаимодействие с птичками, с людьми, с природой, мы взаимодействуем с своим психическим телом. Оно имеет три составляющие. Первая составляющая — это каркас психический, в котором человек находится. Он имеет пять чувств. Чувство слуха, осязания, зрения, обоняния, вкуса, то есть чувства. И это психическое тело, в каркас, в котором мы живем, имеет мышление, эмоции, волю, желание и так далее. Есть другая составляющая психического тела, которая контролирует ситуацию, называется разум. А та часть психического тела, в котором мы живем, называется ум. Видите, у нас есть термины на это, на всем, но мы не знаем, как ими пользоваться. Вот, это как бы с санскрита «манас», ум — это «манас» переводится, «разум», «будх». Но так или иначе, как бы идея в том заключается, что каждая часть психики человека предназначена для каких-то конкретных вещей. Но мы не знаем об этом ничего, и поэтому мы не знаем, как пользоваться, как жить. Допустим, я сажусь в машину, там есть, допустим, там ручка передач, там зажигание, но я не знаю, как это. Машина вроде должна ехать, но как пользоваться, я не знаю. То же самое человеческое тело. Вы увидите, что это так. Хоть нам кажется, что мы знаем, некоторые функции у нас не… мы не знаем просто. Третья часть психического тела, то есть ум — это остов, в котором мы живем, там судьба находится в уме. Мы видим этот мир с помощью ума, характер, настроение в уме находится. Разум — это что такое? Это воля человека, его решимость, знание, как правильно поступать в разуме находится. Цель, вера, все находится в разуме. Разум дает свободу выбора человека, он выбирает с помощью разума. Интуиция, способность предвидеть ситуацию, чувствовать опасность — все это функция разума. Смирение, функция разума. Или гордость, означает разум уничтожен. Ну то есть разум не работает, гордость означает плохо работает. Вот. То есть есть… Также и третья часть составляющей психики называется чувство собственного достоинства. Ощущение себя как личности. Допустим, я женщина, я мужчина — это чувство собственного достоинства. Но я хорошая женщина или плохая женщина, я развитая женщина, несчастная женщина, счастливая женщина — это все чувство собственного достоинства, это оттенки уже, понимаете? Чувство собственного достоинства, оно невнушаемо по природе. Оно связано просто с нашими поступками и с судьбой. Когда судьба плохая приходит, чувство собственного достоинства тает, оно становится слабым. То есть я не чувствую себя достойным, я чувствую себя слабым человеком. Когда приходит хорошая судьба, человек раскрывается, у него становится сильным чувство собственного достоинства, он чувствует себя лучше, когда хорошая судьба приходит. Но если человек совершает хороший поступок, то на этот поступок реагирует совесть. А это следующая функция, которую мы сейчас не разбирали. Совесть — это не я. Дело в том, что в каждом человеке присутствует определенная энергия Бога. Эта энергия Бога находится прямо в сердце. Она в ведах называет сверхдуша. То есть есть душа — атма, а есть сверхдуша — парам — атма. Парам означает сверх. Ну то есть сверхдуша, она является той силой, которая нам показывает нас. Допустим, совесть. Живи по совести. То есть некоторые говорят, у каждого своя совесть. Нет, совесть у всех одинаковая. Потому что это функция Бога, не моя. Как солнце светит для всех, одно и то же. Хоть мы его по-разному видим, но солнце одно. Так и совесть одна. Ощущение счастья приходит из сердца тоже. Любовь высвечивает Бог нам, человека, которого я должен любить. В сердце появляется чувство к человеку. Любовь негаданно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Каждый вечер сразу станет. Так удивительно, хорош ты поешь. Сердце, тебе не хочется покоить. Видите, сердце, то есть сердце любит. А что ты умеешь так? Любить сердце. Не я умею любить, а сердце умеет любить. И я, если и хочу полюбить, но не могу, потому что это негаданно происходит. Потому что это не моя функция, а функция Бога. Бог дает мне возможность любить или не дает. Когда приходит время, я люблю. Когда нет, не могу. Но совесть связана с поступками. Это уже не просто когда-нибудь приходит, придет и к нам любовь. Придет она всерьез. Замечательно. Но когда человек совершает плохой поступок, это не связано с судьбой. Это связано с его свободой выбора. Он мог бы не совершать этот поступок. перетерпеть, доставить себя. То есть разум его должен был защитить его от этого поступка. Но разум слаб, допустим, у человека сказался. Он совершил плохой поступок. И какой результат? В результате какой результат? Совесть ему говорит, ты не прав. И теперь смотрите, у нас есть выбор. Мы, допустим, ходим в школу какого-то психологического тренинга неправильного. Потому что есть правильные тренинги, есть неправильные. И нас сажают куда-то в кресло, включается музыка хорошая, и нам дается настрой. Я прав. Замечательно. Сижу, я прав, я прав, я прав. А совесть говорит, ты не прав. Мы можем сделать так, чтобы совесть не говорила? Можем. Есть три уровня жизни, три слоя жизни у человека есть. Есть невежественный слой, где совесть не говорит, потому что мы ее забили. Мы не даем ей говорить. То есть невежественный слой — это бессовестная жизнь. Человек что хочет, то и вытворяет. Совершенно ему все равно, как люди воспринимают его. Не слушает сердце, не слушает людей старших, не слушает человека. Бессовестная жизнь. Есть же бессовестные люди, правда ведь? Дальше следующий слой — страстная жизнь. Страстная означает, что я совесть слушаю, когда мне надо. А когда не надо, не слушаю. То есть у меня избирательное отношение к совести. И благостная жизнь означает, что я в совесть всегда слушаю и чувствую себя достойным всегда. Страстный человек чувствует себя достойным, когда у него в жизни все получается. Ему говорят, живи на светлой стороне, будь на волне. А человек не может всегда жить на светлой стороне, потому что иногда денег, иногда ночь. Мы не выбираем это все. Иногда хороший период жизни, иногда плохой. Плохой период — ты не можешь жить на светлой стороне. Поэтому это теория страстного успеха такой. Будь успешен просто и все. Это теория фантастическая, непрактичная. Потому что человек не всегда может быть успешен. Иногда он успешен, иногда нет. Зависит от судьбы. Но достойным человек может всегда себя чувствовать. Ему надо просто в жизни делать все правильно. По совести, жить по совести. Правильно означает по совести в данном случае. Допустим, по закону я могу развестись. Умею право. В нашем законодательстве есть такая функция — развод. Но это не по совести. Что касается совести, то там такой функции нет. Если я развелся, уже значит неправильно. Значит, надо что-то в жизни исправлять, раскаиваться, чтобы чувство собственного достоинства встало на место. Иначе оно тебя не туда приведет. Допустим, давайте изучать эту функцию. Это очень важно. Смотрите, допустим, я бросаю... Ну, кто-то бросает, допустим, мужа. Женщина берет, бросает мужа. И она думает, ну и что? Я бросила. Ну, неужели я не могу быть достойным человеком, несмотря на то, что я бросила? Нет, не можешь. Потому что это решаешь не ты. Чувство собственного достоинства идет от Бога в сердце, от совести. И если совесть говорит, что ты недостойный поступок совершил, то тогда ты ничего не можешь с этим сделать. Тебе надо просто раскаиваться, просить прощения, возвращаться назад. Возвращайся, голодным утром возвращайся. И очень трудно. Возвращайся и оставайся. Возвращайся. Я без тебя устал. Ну, то есть, видите, то есть, вот тогда будет достойный уже. Ты возвращаешься, и совесть тебе говорит, супер, молодец. Теперь хорошо. Девушка думает, ну, я буду жить, как живу. Ну, вот он такой плохой человек, редиска достался, я его бросила. Какой положен такой достался? Если совсем плохой положен человек, живи отдельно, молись за него. Если ставь ему сроки, если он не выполняет ничего, наглеет, как вот у нас с девушкой разговор был. Ну, хорошо, значит, он тебя бросает, он не хочет жить нормально. Это его выбор. Не то, что ты его бросаешь. Бог это все знает внутри. Он не разрушает жизнь тогда человека. Если человек сделал все правильно, но человек не хочет жить нормально, она же не может жить с человеком, который дерется, изменяет, насилует и так далее. Как можно жить с таким человеком, правда? Невежественный человек. Живи отдельно, ставь условия, не выполняет, все. Он разрушил семью, не ты. Такое бывает иногда, но редко. В основном люди сами все разрушают. Итак, девушка разрушила семью, допустим. Что дальше происходит в ее жизни? У девушки есть два типа энергии и красоты. Первый тип энергии и красоты ей всегда доступен. Это внешняя красота. Она может себя нарядить. Девушка, когда сама себе нравится, она верит в свою красоту, ей нравится она сама себе, значит, она и другим нравится. Если она себе не нравится, значит, другим не нравится. Поэтому девушке надо обязательно нравиться самой себе всегда. Должна перед зеркалом смотреть на себя. Какая красивая. Она должна себе нравиться, верить в свою красоту, внешнюю, женщина. Ну и, соответственно, помогать, там как-то подкрашивать, чтобы все было идеально. Вот, это нормально, это правильно. Такое влияние на окружающих людей, она сама себе нравится и всем тоже нравится. Эта красота не создает семьи. Она вызывает половое желание у мужчин. И когда мужчина имеет такое желание, это не значит, что у него есть желание также жениться. Почему? Потому что это создает другой вид красоты, который от женщины не зависит. Он идет из сердца, вот отсюда же. В виде такого тепла, это теплая такая энергия, очень глубокая, чистая такая энергия, которая идет из женщины. И вызывает у мужчины желание создать семью. Не красоты, вызывает не красоту, не ощущение красоты, а ощущение веры в человека, верности как бы этому человеку, желание жить вместе. Этот вид красоты женщина не может сама из сердца вызвать. Это невозможно просто. Когда она бросает мужа, сердце становится холодным. Закрывается сердце, вот эта вот возможность, чувство собственного достоинства, вот это вот дающее возможность создать семью, закрывается у женщин. И она может встречаться с мужиками, там, со мной вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, непостоянной, не те. Сама система неправильная, потому что не надо к себе мужиков подпускать. Ставить условия, или мы женимся, и тогда ходи ко мне. А если не женимся, тогда не ходи. Ну, то есть неправильное мышление уже означает в этом случае. Но понимаете, почему не ходит никто? Потому что сердце закрыто. То есть мужчина притягивается внешне, но создать семью не может, потому что нет этой энергии, которая семью создает. Нужна энергия, которая создает семью. Она от женщины идет, не от мужчины. Как женщина это воспринимает? В виде чувства, родственных чувств по отношению к человеку. Вот она бросила мужа, встречается с кем-то, родственных чувств не возникает. Или у него возникает, у него не возникает. Ну, то есть нет гармонии в родственных чувствах. Означает блок в сердце, закрыто сердце. Как открыть? Можно ли открыть сердце? Можно. Для этого надо раскаиваться, молиться. Когда ты уже поймешь, что больше никого не бросаю, все. Ну, Богу как бы доказало, что больше никого не бросают. Он думает, Бог в сердце, он же тоже может думать, правда Бог? И он думает, ну ладно, я рискну. Дам тебе еще одного мужика, рискну. Постарайся оправдать мое доверие. И вы как бы думаете, а этот мужик будет меня мучить или нет, как тот? Конечно, будет. Потому что люди мучаются друг с другом настолько, насколько положено. Так действует судьба. Сначала, правда, идет наслаждение в отношении. Ну, то есть, Бог пока, смотрите, вот, когда влюбляется один человек в другого, меняется вообще работа, полностью чувство собственного достоинства. Знаете об этом? Да, люди соединяются с сердцами, то девушка становится идеальной, парень становится идеальной. Это энергия Бога, а не человека. Человек думает, о, вот такой человек мне нужен. Он идеальный. Но потом обнаруживается, что нет. Нет, почему? Потому что Бог, как бы, говорит, ну вот, как бы, увидели, какими вы должны быть, когда вы разовьетесь как личности, когда станете хорошими, когда вы научитесь любить, прощать, вот, и так далее, верными быть. Когда научитесь, тогда вы душу друг другу будете видеть, и тогда вот это вот чувство, вы получите вот эту красоту человеческую, вы получите тогда в отношении. Но пока это называется демоверсия, try and buy. Ну, то есть, вот, влюбленность, это демоверсия. А люди думают, что на всю жизнь. Я вот, я хочу такого человека найти, чтобы демоверсия длилась всю жизнь. Это уже пиратский подход к жизни. Ну, понимаете, если в компьютере можно программу там крякнуть, да, ну, такой раз, и все, и она на всю жизнь, бесплатно, то Бога крякнуть не получится. Ну, то есть, невозможно сделать на всю жизнь демоверсию с Богом, это не пройдет, вариант не пройдет, понимаете? Потому что увидел чистоту в человеке, увидел красоту, а теперь мучайся с ним, пока не научишься жить правильно. Поэтому, как бы думать, что на всю жизнь вот эта влюбленность, это главное и первое безумие, которое разрушает семьи. 90% разрухи в семьях заключается именно в том, что люди думают, что-то мне не повезло, не того себе нашел человека, человека, наверное, надо мне вот еще поискать. А вдруг вот там увидел кого-то вот прямо хороший человек, идеальные отношения хорошие, все классно, наверное, вот этот вот человек, человек думает, наверное, вот этот человек. И бросает жену, детей, как бы все бросает. А потом оказывается то же самое все. Я же лекции читаю, смотрю на людей, все повторяется заново. Потому что не бывает вот этой влюбленности бесконечной. Спасибо.